Ну, скажем так, оглашение приговора растянулось на три дня, и по тому, как он оглашался, по отдельным моментам, в принципе, выводы можно было сделать, я думаю, еще и в первый день определенные, по квалификации, по доказанности вывода суда были очевидны и вчера, а сегодня, в общем-то, интерес представляла только, наверное, цифра, что касается размера наказания. Ну, что можно сказать? Если мы берем осужденных, в Урлашову и Лопатину, то по большинству, я бы сказал, по подавляющему большинству, вопросов мнения прокуратуры, мнения о субъединении суда, они идентичны. То есть и по мотивировке, и по доказанности, и по объему обвинения. Несколько разошлись в цифрах, что касается размеров наказаний, несколько разошлись в видах наказаний. Суд не применил дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности. Ну, я полагаю, что мы этот диссонанс еще и оценим, в трах от того периода, который нам отпущен для пенсионного представления, примем решение по этому вопросу. Что касается Донского, ну, естественно, позиция суда расходится с позицией гособвинения, я думаю, это очевидно для всех. Я думаю, также не было секретом, что, в принципе, степень общественной опасности, роль Донского в инкриминированном преступлении, она была наименьшая. И это заявлялось его с обвинением, и, в общем-то, говорилось о том, что Донскову предлагалось доказание наименьшее из всех соучастников. Но я думаю, также не составляя секрету, что совокупность доказательств, которая была создана в отношении Донского, она менее очевидна, опять же, если мы говорим относительно других соучастников. Тем не менее, если вы внимательно слушали приговор, вы, наверное, могли услышать, что суд доверяет показаниям потерпевшего Шмелева, на базе которого, собственно, и строилось обвинение Донского. Суд не нашел оснований для критического отношения к показаниям Шмелева, но суд, применяя принцип резюмции виновности, указал, что все сомнения, не устранимые в данном случае, по мнению суда, трактуются, пользуются судимыми. И на основании этого оправдал подсудимого Донского. В общем-то, я думаю, опять-таки, любому разумному человеку понятно, что речь идет об особо тяжком преступлении, речь идет об очень серьезном наказании, связанном с длительным лишением свободы. И вовеку суда вполне разумно и понятно, если есть неустранимые сомнения, то суд применяет презумпцию невиновности. Весь вопрос, есть ли эти сомнения, здесь у меня несколько другое мнение, но сформулирую, я его, думаю, в традиционном представлении. По ВСУ, в несколько сотен миллионов разошлись по штрафам, а Лопатин, например, вообще не получил, что ли? Да, значит, 3 июля Уголовный кодекс внесены изменения, то есть, соответственно, выступление в премиях майор по 23 мая. И Уголовный кодекс, редакция части 6 статьи 290 и части 4 статьи 291 прим предусматривала обязательное дополнительное наказание в виде штрафа в 70-кратном размере взяток. 500 миллионов рублей, исходя из той суммы взятки, что менялось под судимым. Соответственно, 3 июля внесены изменения и обязательно дополнительное наказание в виде штрафа отменено. Теперь, соответственно, субъекты права применения имеют право выбирать, применять дополнительное наказание в виде штрафа, не применять. Применять его как в кратном размере, в сумме взятки, так и в сумме, определенной уголовным законом, так и в сумме определенного дохода за определенные период времени. В данном случае уголовный закон улучшил положение подсудимых, а ныне осужденных, и суд, естественно, применил уже новую редакцию уголовного кодекса. Этим связано.